Аллилуйя Не изменяющий себе Если Бог сказал, Он ли не сделает А Он сказал, что не оставлю тебя И не покину тебя Он сказал, что будет держать тебя за правую руку Во все времена Он будет переводить тебя через моря Он будет водить тебя К пашетим злачным К водам тихим Он всегда на твоей стороне Благодарим, славим тебя Господь Благослови сегодняшнее собрание Благослови Слово Твое Чтобы оно, Господи, текло сегодня к народу Твоему Благословляя 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 и умножая благословение Господа Пусть любовь сегодня течет Из этого места В прямом эфире Омывая каждое сердце Благотворно влияя на него Исцеляя это сердце Божие Только в любви мы можем изменяться, Господь Пусть любовь она будет сегодня действовать Пусть действовать она будет сильно Изменяя нашего внутреннего человека в угоду Тебе Чтоб мы приобретали Твое подобие, Господь Уподобляя Сыну Твоему Иисусу Христу В каждом миге нашей жизни, Боже Мы хотим возрастать В меру полного возраста нашего Господа Иисуса Христа Благослови нас этим, Боже Благослови нас Благослови нас, Господь Пусть каждый сегодня, тот, кто смотрит трансляцию Будет благословлен Словом И переживет, Боже, присутствие Твое И изменение своей внутренней сущности Мы церковь, которая желает видеть, как судьбы людей Меняются в лучшую сторону Это наша цель Мы желаем видеть, чтобы судьбы людей Менялись в лучшую сторону Халилюя, Господь Ты принес Евангелие на эту землю Добрую весть И пусть эта добрая весть Она сегодня распространяется Во имя Иисуса молились мы Тебе И весь народ да скажет Аминь Воздайте Богу хвалу Братья и сестры Там, где вы сегодня находитесь Если вы не один смотрите трансляцию Повернитесь к своему соседу Скажите Бог любит вас Бог сильно любит вас Благословите его Скажите теплые слова Благословите всех братьев и сестер Которые, может быть, сейчас не с вами Но они пришли вам на ум И давайте мы дадим хороший аплодисмент Нашей группе прославлений Молодежный Они так сегодня здорово все делали Вы вообще красавцы Слава Богу за вас Илья сбежал, но ничего Все было хорошо, Илья Классно все было Слава Богу Замечательно Слава Богу Дима, постой здесь со мной Не уходи Будь со мной Чтобы хоть кого-то Чью-то поддержку чувствовать Слава Господу Друзья мои Время карантина Оно как-то продолжается Продляется Неизвестно, когда все закончится Но это не повод унывать, друзья мои Мы собираемся вместе В духе В одном соединяемся И слава Богу За эти технологии Которые мы сегодня имеем Для того Дима, да я пошутил Иди, что ты Нормально все Молодец И такой послушный Слава Богу за тебя Молодец Вот такими надо быть послушными Друзья мои Спасибо И поэтому мы имеем Сегодня возможность Благодаря технологиям Соединяться в духе Достигать людей Во всяком месте Где у них Хотя бы есть Какой-то гаджет Или компьютер И подключенный К интернету Это ли не чудо Сегодня Божье Бог делает чудеса, друзья Это чудо Некоторые Ропчут, что вот Надо впрямую Соединяться Но Павел говорит Он говорит Я хотя и телом Отсутствую Я в духе с вами Друзья Церковь перестанет Существовать тогда Когда мы Разучимся Соединяться В духе Друг с другом А если телами Нас запретят Соединяться Это плохо Это сто процентов И мы сегодня Об этом поговорим Но в духе Нам никто не сможет Запретить Соединяться Гораздо хуже Когда люди Физически присутствуют Друг с другом Но в духе Они разъединены В духе У них нет единства Нет взаимопонимания Но они вроде бы вместе Что с этого толку Распри Раздоры И все худое В таком сообществе Друзья мои Бог создал нас Социальными существами И самое Когда он еще создавал Он сказал Плохо Человеку Быть одному И Самая Благоприятная Среда обитания Для человека Это общность Или общество Когда мы находимся Вместе Когда мы приходим И соединяемся Друг с другом С друг другом И телами своими Я имею ввиду Вместе находимся И своим духом И конечно же Дьявол тоже знает Об этом Поэтому он Разъединяет нас И пытается Замкнуть Внутри себя И вот там Внутри себя У нас есть способность Расщеплять Раскладывать себя На составляющие части И по одной Из них Уничтожать Когда мы Остаемся Одни Самостоятельно Одни Это значит И не ощущаем Внутри себя Духа Святого Который Внутри нас Поселен Богом Потому что Человек не всегда Ощущает Духа Святого Он начинает Там сильно Слышать Своё Эго Свой эгоцентризм Голос Своего Собственного Я Который Заглушает Голос Господа Вот в таком Состоянии Человек Начинает Раскладывать Себя На составляющие Части И по одной Уничтожать Поэтому Когда человек Заключён В одиночестве Он перестаёт Расти Духовно И физически Это страшное Состояние Мы Люди Социальные Нам Нужно Общество И мы говорили О том Что Бог Заботится о нас Последний раз Мы говорили О том Что Бог Заботится о нас Сверхъестественным Образом Он делает Чудеса В нашей Жизни Друзья Осуществляет То что Порой Невозможно Объяснить Законами Природы И вот в этой Связи Мы выработали Такой принцип Мы сказали Если ты веришь То забудь О вопросе Как Забудь О вопросе Как произойдёт Этот процесс Или как Он происходит Всегда Помни о том Кто Не важно Как происходит Процесс Важно Кто им управляет И если Этим процессом Управляет Господь То неужто Тот Который Сотворил Море Землю Небеса Всё что Наполняет Их Не сделает Так Чтобы решить Твою Какую-то Незначительную В масштабах Вселенной Проблемы Это для тебя Эта проблема Она существенна Она большая Потому что Ты её сам Раздул Может быть Но в масштабах Вселенной Эта проблема Вообще Ничего практически Не стоит И Бог знает Как решить Эту проблему Поверь мне Он не оставит Тебя Он всегда Придёт И если Нужно Сотворит В твоей жизни Сверхъестественное Второй способ Как Бог Заботится О нас Он использует Людей Друзья Это самый Распространённый Способ Заботы Бога О нас Помню Как один Проповедник Рассказывал Такую Историю Она врезалась В моё сознание На всю жизнь Он говорил Однажды Я находился Дома И вдруг Внутри себя Я слышу Голос Духа Святого Садись в машину Через несколько минут Я стоял и орал Наш Бог Так велик А внутри Думал Лишь бы Кто-нибудь Не увидел Сейчас Гэд Увидят Точно Не отложку Вызовут Скажет Какой-то мужик Психованный Стоит Здесь На поляне И орёт Наш Бог Так велик И вдруг Голос 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 Садись в машину Едь домой Я сел в машину Приезжаю домой Думаю Что это было Вообще Что это было Без всяких Объяснений Приехал на поляну Орал Там несколько минут Наш Бог Так велик И говорит Постарался Забыть об этом Ну думаю Бог сказал Сказал Мне это что Я сделал Сделал Постарался забыть Говорит Прошло несколько лет Я на одной Большой конференции Спикером Проповедую о том Что надо быть Послушным Духу Святому Даже тогда Когда ты ничего Не понимаешь И говорит Привожу этот случай Рассказываю Что вот был Со мной такой случай Я вообще Ничего не понимал В тот момент Когда делал это И говорит Закончилась Конференция Ко мне подходит Мужчина И говорит Хотите услышать Продолжение Вашей истории Я говорю А у него есть Продолжение Я думал Это абсурдная Вообще ситуация Он говорит Да Есть продолжение Говорит Несколько лет назад Я был раздавлен Обстоятельствами До такой степени Что я не хотел жить Я хотел покончить Жизнь свою Самоубийством Я взял веревку И пошел в лес Я закинул ее на сук Надел себе петлю на голову Но что-то внутри Меня удерживало Сделать этот поступок И я понял Что это Господь И я сказал тогда Господь Если это ты Если ты хочешь Чтобы я оставил Свою жизнь И посвятил ее тебе Дай мне знак И вдруг я услышал Голос Наш Бог Так велик Я подумал Мне это померещилось Думаю Ну померещилось мне И думаю Внутри себя Но если это так Пусть этот голос Еще громче будет звучать Я слышу Он стал еще громче Еще громче Я уже стал разбирать Слова Которые пели Наш Бог Так велик Я говорит Снял веревку С головы И пошел домой Покаялся В слезах И с тех пор Я служу Господу Друзья мои Знаете Что я хочу Сказать Вы даже Не подозреваете К чему Может привести Абсурдный В ваших глазах Поступок Сделанный По воле Божьей Не подозреваете Но поверьте Бог Заботится О нас Друг через друга И использует Все Во благо Вот такой Наш Бог Но давайте вернемся К нашей истории О городе Самарии Который находится В осаде Где люди находятся В голоде В таком сильном голоде Как мы говорили В прошлый раз Они едят Даже своих Собственных детей Серьезная Ситуация Изоляции Где голод Усилился И Пророк Елисей Царю Который пришел Возмутиться Предъявить претензию Говорит Такие слова Завтра Завтра Представьте Вот апогея Таких Серьезных Трудных обстоятельств Голод На такой Высоте На таком пике Что Нет никакого Шанса Что завтра Все закончится И вдруг Пророк говорит Завтра Послушай Вот если в твоей жизни Все плохо И вдруг тебе говорят Завтра Все хорошо будет Вот Ты думаешь Ну как Вот все Работу отобрали Жена ушла Бросила Дети вообще Не признают Ну к примеру А тебе говорят Завтра Ну как завтра Ну надо лет Пять Шесть Десять Может быть Восстановиться А тебе говорят Завтра И пророк Елисей Говорит Завтра Меры муки И ячменя У ворот Будет продаваться По дешевой цене И знаете Сановник На чью руку Опирался Царь Такой Солидный Человек Сомнение Ставим В воротах И вот дальше Мы читаем Эту историю Давайте мы Прочтем Ее дальше Четвертое царств Седьмая глава С третьего По десятый Стих Четыре человека Прокаженных Находились При входе В ворота И говорили Они друг другу Что нам Сидеть здесь Ожидая смерти Если решится Нам пойти В город То в городе Голод И мы там Умрем И если же Сидеть здесь То так же Умрем Пойдем Лучше В стан Сирийский Если оставят Нас в живых Будем жить А если Умертвят Умрем И встали В сумерки Чтобы пойти В стан Сирийский И пришли К краю Стана Сирийского И вот нет Там ни одного Человека Господь сделал То Что стану Сирийскому Послышался Стук колесниц И ржание Коней Шум Войска Большого И сказали Они друг другу Верно Поднял Против нас Царь Израильский Царей Хатейских И египетских Чтобы пойти На нас И встали И побежали В сумерки И оставили Шатры свои И коней своих И ослов своих Весь стан Как он был И побежали Спасая себя И пришли Те прокаженные К краю стана И вошли В один шатер И ели И пили Взяли Оттуда серебра Золото И одежды И пошли И спрятали Пошли Еще в другой Шатер И там Взяли И пошли И спрятали И сказали Друг другу Не так мы Делаем День сей День радостной Вести Если мы Замедлим И будем Дожидаться Утреннего Света То пойдет На нас Вина Пойдем И уведомим Дом царский И пришли И позвали Привратников Городских И рассказали Им Говоря Мы ходили В стан Сирийский И вот Нет там Ни человека Ни голоса Человеческого А только Кони Привязанные И ослы Привязанные И шатры Как быть Друзья Я хотел бы Сегодня Поговорить На такую тему А так ли Мы делаем А так ли Мы делаем Сегодняшняя тема Называется Я хотел бы Поприветствовать Всех Гостей Нашего эфира Телезрителей Канала ТБН Вера24 Всех Кто нас Смотрит В социальных Сетях Я вас Приветствую Любовью Христа И пусть Слово Сегодня Изменяет Вашу Жизнь Слава Господу За вас Дорогие Друзья Да благословит Вас Господь Халлилюя Халлилюя Друзья И мы Мы видим Четыре Прокаженных Человека Имена Которых Даже Здесь Не названы Кто-то Говорит Что это Слуга Гиези Который Помните Взял Добро И Проказа Потом Покрыло Его Ну это Не библейское Может быть Основание Кто-то Так вот Кому-то Так стало Интересно И он Добавил Но мы Не знаем Кто Эти люди Абсолютно Не знаем Но они Сидят В таком Положении За стеной Около Ворот Они Не в Городе Потому что Прокаженных Раньше Выдворяли Из города Они Не могут Войти В ворота А с другой Стороны У них Стан Вражеский Знаете В таком Неопределенном Состоянии Находятся Люди Не там Не здесь Часто Мы попадаем В такое Положение Вроде И в церкви Себя Не нашел И в мир Возвратиться Трудно Потому что Знаешь Что в миру Творится И в церкви Никак не войдешь Потому что Понимаешь Что там Можешь Погибнуть Не нашел Себя Или человек Не вышел Со старого И не может Войти В нового Знаете В таком Промежуточном Состоянии Находятся Сюда Не может Пойти И туда Не может Пойти И вот Четверо Прокаженных Сидят В этом Промежуточном Состоянии Всеми Брошенные Всеми Отвергнутые Сидят И думают А что нам Здесь умирать Друзья мои Первое Что я тебе Хочу сказать Не сиди Там Где ты Умираешь Перестань Сидеть В том Месте Где погибель Встань И начни Действовать Потому что Богу Легче Управлять Тобой Когда ты Находишься В движении Пусть Даже Ты Идешь Не в Правильном Направлении Пусть Как тебе Кажется Ты даже Идешь Не туда Бог Сможет Обратить Твое Движение Во благо Они Сидят И думают Здесь Умрем Если Пойдем В город Там Голод Там Тоже Умрем Давайте Пойдем Ко Врагам Может Быть Там Помилуют Нас И Оставят В живых А если Умер Так все Рано Смерть Какая Разница Я вижу Что они Пользовались Знаете Здравым Смыслом Второе Что я Хочу Тебе Сказать Если Сегодня Нет Водительства Духа Святого У тебя Если Нет Понимания Что Тебя Хочет Сделать Бог Пользуйся Здравым Смыслом Послушай Друг Мой Бог Дал Тебе Разум Для Того Чтобы Ты Пользовался Им Пользуйся Им Не Бойся Он От Бога Разум От Бога Они Воспользовались Здравым Смыслом Некоторые Сидят И ждут Этой Духовности Когда же Бог придет Мне И скажет Конкретно Буду Убежден Что Это От Бога Замолились Уже Годами Молятся Включи Разумение Бог Дал Тебе Разум Для Того Чтобы Он Не Застаивался Для Того Чтобы Ты Научился Им Пользоваться Пользуйся И дальше Мы видим Прокаженные Пошли А Бог Сделал Так Что Целая Армия Она Убежала Она Услышала Шум Огромной Армии Оставила Стан И Убежала Бог Использовал Этих Прокаженных Людей Никому Неизвестных Людей На тех Кто бы Никогда Не поставил Ставки На тех Кто Никогда Не подумал На них Что они На что-то Способны Знаете Никогда Не подумаешь На то Что эти люди Способны Были Армию Прогнать Никогда Не подумаешь Что эти люди Четыре Прокаженных Которые были выгнаны За стены города Могли бы город Спасти От голода От гибели Но Бог Берет этих Четырех Прокаженных И начинает Использовать Вот Третье Что я хочу тебе Сказать Друг мой Никогда Не обесценивай Людей И обстоятельства Происходящие С тобой Он может Господь Может Абсолютно Маловажных Людей И незначительные Вещи Использовать Для достижения Великих целей Однажды Я сидел В таком Разбитом Состоянии Мне было Очень плохо Друзья мои Вот очень плохо Мне хотелось Оставить все Улететь на обратную сторону Луны Закрыться Ото всех Никого не видеть Да-да С пасторами Тоже так бывает Друзья мои Они не супермены Все бывает И духовное давление И разочарование И все бывает Конечно мы справляемся С этим Слава Богу Но вот было Такое состояние И я сидел Оплакивал Свою бесчемную жизнь Никчемную жизнь Это всегда так Ты оплакиваешь Свою никчемную жизнь Что ты Никому не нужный Всем не забытый И вдруг Один человек Присылает мне ролик Простой ролик На телефон Как другой человек Знакомый мне Рассказывает О себе В такой простой Наивности Что для меня Это так показалось Смешно Я смотрел И ржал Вот реально Просто хохотал Думаю Вот ну Ну надо же такое И через несколько минут Я понял Что вот через этот смех Бог исцелил Мое сердце Я бы никогда Не подумал Что Бог Может действовать Таким способом Знаете Тебе кажется Что в этот момент Должен приехать Целый апостол Или там Епископ Поставить свои дела Прийти к тебе домой Сказать Давай вставай Друг Пойдем Будем шесть часов Молиться Ты шесть часов Потом будешь молиться Паститься Два дня Потом поедешь На реабилитацию И еще там Что-то будет С тобой происходить У тебя вот такой вот Знаете Порядок в голове Выстраивается А здесь ролик Простой ролик С простым человеком И ты смотришь И через пять минут Понимаешь Сердце твое Исцелилось Знаете Бог может использовать Самые незначительные вещи Самых незначительных вещей Для того Чтобы благословить тебя Для того Чтобы сделать В твоей жизни Благо Поэтому не обесценивай Людей Которые приходят В твою жизнь Не обесценивай Обстоятельства Которые возникают В твоей жизни Каждое обстоятельство Даже плохое На сегодняшний день Даже карантин Который сегодня ввели Бог может использовать И использует Во благо тебе Он так устроен Друзья мои И мы видим Дальше Эти четверо прокаженных Приходят в стан И видят Стан брошенным Видят много добра И что они начинают делать Они начинают Удовлетворять Свои потребности Начинают пить Начинают есть Начинают себе Набирать сокровища Прятать эти сокровища И я увидел Что мы Точно так же Действуем Когда Бог Открывает Источники небесные Над нами Мы первые Что начинаем делать Удовлетворять Свои потребности Но секрет заключается В том Что они Ненасцетимы Эти потребности Сколько бы ты Их не удовлетворял Они Ненасцетимы И мы видим Эти люди Они говорят Такие слова А так ли Мы поступаем Вдруг Они очнулись Вдруг Они Поняли Что что-то Делают неправильно Что-то Здесь неверно Знаете Когда происходят Какие-то обстоятельства Сложные Нам всегда хочется Чтобы о нас Позаботились Нам хочется Чтобы государство Приняло Какие-то меры Для того Чтобы позаботиться О нас Нам хочется Чтобы церковь Приняла Меры какие-то Братья Сестры Близкие Родные Ну правда Ведь мы В нужде Ну правда Мы нуждаемся В том Чтобы сегодня О нас заботились Это вчера Это раньше Когда мы были В хорошем состоянии Нам не нужна Была забота Никакая Но когда я смотрю На этих четырех Прокаженных Я вижу Что они находятся В состоянии Самым худшим В котором могли бы Находиться Люди Они не просто Как и все Находятся в голоде Они еще и Отвергнуты Всеми Выдворили их За стену Выгнали Из города Они должны Носить одежды Выделяющие Их От других На которых Пришиты Колокольчики И когда Этот прокаженный Идет Все шарахаются От него Все слышат Что он идет Для того Чтобы не столкнуться С ним И не заразиться От него Они отвергнуты Всеми Но вдруг У этих Отвергнутых Людей Возникает Мысль А правильно Ли мы поступаем Когда заботимся Сами о себе Когда мы Сами о себе Имеем попечение А ведь Есть целый Город Есть целые Роды Израильтян Которые сегодня Находятся В нужде А может быть Нам надо Позаботиться О них Правильно Ли мы поступаем И знаете Когда я читаю Эти слова Я вижу В этих словах Огромный Смысл Может быть Мы Сегодня Закрывшись В изоляции Неправильно Поступаем Не так Что-то делаем Друзья мои Сосредотачиваясь На себе На своих нуждах На своих проблемах Может быть Мы Не так делаем Когда ждем Помощи от других Ждем Когда нам послужат Ждем Когда нас утешат Может быть Мы не так делаем Когда получили Благую весть Покаялись Перед Иисусом Христом И не делимся Этой Благой вестью Ни с кем Посмотрите Что дальше Говорят Эти Прокаженные Они говорят День сей День радостной Вести Если мы Замедлим И будем Дожидаться Утреннего света То падет На нас вина Друзья Каждый день Наш Каждый день С Иисусом Христом Это день Радостной Вести И если А мы Почему будем Делиться С ними Зачем Мы будем Это делать Гуляй Душа Моя Ешь Пей Гуляй Душа Моя Но они Говорят Нет Это день Радостной Вести Пойдемте И скажем Царю Знаете Иисус Пришел На эту землю Для того Чтобы послужить Он сказал Не мне Должны служить А я Должен прийти И послужить Не так ли Должны поступать Мы с вами Друзья мои Знаете Раньше В трудные времена В своей жизни Я ждал Что Бог Пришлет мне Людей Которые послужат Мне Но оказалось Что я Не так Поступал Помните Эту историю Когда Илия Пришел К вдове Сарепту Сидонскую У Илия Закончился Один период Жизни За потоком И Бог Его посылает В Сарепту Сидонскую Он сказал Я повелел Вдове Кормить тебя И вот Илия Приходит В эту Сарепту Сидонскую Встречается С вдовой Которая На грани Выживания И она Не одна У нее Еще есть Сын Она Собирает Хворост Для того Чтобы Испечь Последнюю Лепешку Замесив Ее На масле Съесть Сыном И умереть Знаете Они даже Не утолят Голод Такая Ситуация Что даже Голод Невозможно Утолить Просто Может быть Вспомнить Вкус Пищи Вкус Хлеба И вот С этим Вкусом На губах Умереть Она Так и Говорит Потому что Илия Говорит Слушай Тебе Надо Мне Сначала Дать Она Мы сейчас Съедим Сына Мы Умрем Он Подожди Ты Неправильно Поступаешь Он Дает Ей Принцип Благословения Ты Хочешь Быть Благословленной Ты Неправильно Поступаешь Знаешь Как Надо Поступить Она Она Говорит Как Мне Отдать Она Говорит Как Ну Ладно Я Сама У меня Еще Сын Ребенок Когда От себя Отдать Это Одно Но Когда У детей Забрать Я Даже Не Для Себя Или Пойми Я Не Для Себя Я О Ребенке Своем Беспокоюсь Я Не Могу У него Забрать У меня Рука Не Поднимается Он Говорит Нет Нет Не Так Все Мне Сначала Дай И Оставил Ее С Этой Мыслью Я Не Знаю Как Друзья Но У вдовы Что-то Переключилось В мозге Она Взяла Это Последнее Испекла И Принесла Этот Опреснок Или И знаете Что Произошло У нее Масло В кувшине Не Заканчивалось И Мука В катке Не Прекращалась Она Этот Принцип Увидела Что Вначале Надо Послужить Кому То Я Потом Только Тоже Додумался Что Когда Я Был В печали Бог Присылал Или В проблеме Сказать Бог Присылал Людей Которым Я Должен Был Послужить А Я Ждал Людей Которые Должны Были Мне Послужить Через Это Бог Хотел Меня Поднимать Когда Я Служил Другим Бог Давал Мне Снаряжение И Обеспечение Которое Хватало Не Только Им Но И Мне И Моей Семье И Всем Остальным Вот Он Принцип О котором Написал Экклесиаст Он Сказал Так Отпускайте Хлеб Ваш Поводом Экклесиаст 11 глава Потому Что По Прошествии По Прошествии Не Сразу Многих Дней Опять Найдете Его Давайте Часть Семи И Даже Восьми Потому Что Не Знаешь Какая Беда Будет На Земле Иисус Сказал Это По Другому Иисус Сказал Такие Слова Давайте И Дастся Вам Он Не Сказал Берите И Накопиться У Вас Он Сказал Давайте Первое Стоит Слово Давайте Давайте И отсыпят вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такой же и отмерятся вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот он принцип, как Бог заботится о нас через людей. Мы-то думали, что Бог пришлет к нам людей, и они послужат нам, а на самом деле Бог присылает к нам людей тех, которым мы должны послужить. И тогда Бог начинает нас благословлять. В Деянии, в 9 главе идет речь о простой девушке Тавифа. Эта девушка написана неинтересно. Давайте прочитаем Деяние 9 глава, 36 стих. Можно уже так немножко иллюзию создать, что я буду заканчивать. 9 глава, 36 стих. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Друзья, я когда это читал, меня вот прям как будто током шарахнуло. Обычно мы ищем людей, исполненных Духом. Нам так нравятся люди, апостолы, которые были исполнены Духа Святого, творившие много чудес. И мы всегда сосредотачиваем свой взгляд на тех, кто исполнен Духом. А здесь написано о девушке, что она исполнена добрыми делами. И вот эта девушка, она умирает. Ее не стало. И те, кто ее окружал, вдруг понимают, что они что-то потеряли. Кого-то не стало в их жизни. Что-то забрали у них. И я вот тут подумал, а если нас быстро, резко не станет рядом с теми людьми, которые нас окружают, начнут ли они нас искать? Как эти люди, которые стали искать способы возвратить Тавифу. Они действительно утрату претерпели. Они действительно поняли, что что-то лишились, чего-то ценного, чего-то им стало не хватать. Что-то у них забрали. То, что обогащало их жизнь. И они посылают к Петру, который там недалеко был. Петр, приди. Петр, приди. И интересно, когда Петр приходит, они не начинают говорить, знаешь, она такая духовная была. Знаешь, она столько молилась, она столько постилась, она ни одно собрание не пропустила. Она Библию разбирала лучше пастора. Как начнет по Библии шпарить? Вау! А как она молилась, друзья мои! У нее реки живой воды текли из уст, не из чрева, а из уст. Прям все, все. А когда руки возложат, падали все. Падали все Духа Святого. И пастор падал не один раз. Ни одного слова они такого не сказали. Здесь написано, случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли, положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, тут знаешь, тут не просто рядовое событие. Тут очень серьезное дело. Бросай все. Приходи к нам. За тебя так будут ходатайствовать сегодня? Подумай. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу. Послушайте меня. Вот послушайте сейчас. И все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки, платья, какие делала серна, живя с ними. То есть, они все представили ее добрые дела. Никто не заикнулся, что она была духовной молитвенницей или что такое. Добрые дела представили. Друзья мои, вот если мы сегодня, я продолжу эту мысль, исчезнем, люди начнут меры принимать, чтобы нас искать, чтобы возвратить нас в свое общество, или они перекрестятся и скажут «Слава Господу! Бог, спасибо! Так рад, что ты его в другой город послал. Чур его! Боже, будешь молиться? Боже, пожалуйста, прошу, дай ему там работу самую лучшую. Дай ему там жилье самую лучшую. Если нужен муж, дай мужа. Если жена жену, дай, лишь бы не вернулся». Однажды я слышал проповедь Дениса Поддорожного. У нас была небольшая церковь. Мы брались за любые дела. Услышим, что надо голодных кормить. Мы голодных кормили. Услышим, что надо пенсионерам служить. Пенсионерам служили. Всем. Столько было у нас дел всяких разных. И вдруг он однажды говорит такую фразу. Ко мне подошел пастор и спрашивал, почему у нас церковь не растет. Я подумал, мы молимся, мы постимся, мы вообще из постов не вылазим. Не по три дня, неделями постимся. Молимся, вообще из дома не выходим. А он ему говорит, послушай, а если вот прямо сейчас взять и сделать так, чтобы твоя церковь исчезла, кто-нибудь будет искать? Кто-нибудь огорчится? Не из верующих, не те, кто в тебе в церковь ходят. Когда ты исчезнешь, понятно, твои родственники, потому что ты зарплату приносишь, они будут горевать. Твоя собака будет горевать, потому что ты ей корм даешь. Эти-то да. Я говорю про людей, про других, с которыми мы мало можем быть знакомы или отдаленно знакомы. Те, с которыми в церковь ходим, сидим на одном ряду, в одну домашнюю группу ходим. И вдруг я понял, если наша церковь исчезнет, две соседние бабушки перекрестятся и скажут, слава богу, сектанты исчезли. И музыка теперь не грохочет здесь, так, как раньше грохотало. И я понял, что-то мы неправильно живем. Что-то мы не так как-то делаем. И потом у нас, когда я уже уехал сюда, мы поменяли некоторые вещи, церковь стала расти. Потом, когда я уехал, сюда мне рассказывали про одну бабушку старшего поколения. Когда мы начали служить старшему поколению, мы их кормили, в столовой мы им служили. И вот эта бабушка в старшем поколении, она попала в реанимацию. И знаете, перед смертью, когда ее, вот ей умирать, реанимация работает, она пела псалмы и рассказывала о церкви. какая хорошая церковь там есть, которая с Богом меня познакомила. И я теперь не боюсь умирать. Друзья, вот так надо жить. А правильно мы сегодня поступаем, когда ждем в свою сторону, когда кто нам поможет, ропота столько, государство не такое закрыло, церковь не такая, пастора не такие, братья не такие, не помогают, не обращают внимания, не так, не сяк, послушай меня, поменяй свое мышление. И когда я смотрю на Иисуса Христа, я хочу задать вам вопрос. Скажите, много ли вы помните постов Иисуса Христа, кроме сорокодневного? Я молчу специально, чтобы вы немножко в голове покопались, знатоки Библии. Много ли вы помните постов Иисуса Христа, кроме сорокодневного? Ни одного. А много ли вы помните молитв? Если кто-то вспомнит, три молитвы. Он не молился очень, он сказал, как надо молиться. Я говорю, о собственных молитвах. На одной руке хватит перечесть. А вот теперь скажите, а сколько мы помним его дел. Библия говорит, что все книги мира не могут вместить то, что сделал Иисус Христос. Может быть, нам стоит что-то изменить в своей жизни? Может быть, проходя этот кризис, надо заботиться и концентрировать внимание не на себе, а на других людях, которые рядом с нами? Может быть, так ты пройдешь этот кризис намного проще, намного легче и так перестанет депрессия тебя преследовать? Я слышал однажды одну историю, последнюю историю, а то у меня сейчас проведет, я начну историю мне сыпать, последнюю расскажу и закончу. Когда одна женщина пришла к пастору и говорит, пастор, у меня депрессия, психологи не помогают, ни мирские, ни христианские, никакие, ты тоже не помогаешь. И она ходила к нему, говорит, депрессия, депрессия, он уже не знал, как от нее избавиться. Он говорит, послушай, что ты умеешь делать? Вот хорошо. Она говорит, пирожки печь. Он говорит, супер, давай вот пеки пирожки, выходи на улицу вот туда-то и раздавай пирожки. Просто раздавай пирожки и говори, Бог вас любит. И она стала печь пирожки, говорит, поможет он, но он уже не знал, что сказать, он не верил, что ей поможет, конечно, но просто, чтобы она его оставила. Он говорит, она стала печь пирожки, говорит, исчезла. То каждую неделю ходила с депрессией, это исчезла, нет ее и все. Говорит, смотрю на воскресном собрании, мелькнет и опять исчезла. Я уже, говорит, ну интересно стало. Поймал ее, говорю, что происходит, ты куда исчезла? Она говорит, некогда, пастор, отпусти, у меня сейчас дела там. Он говорит, что происходит? Он говорит, я сделал, как ты сказал. Стала печь пирожки, стала раздавать людям на улице, говорить, Бог их любит. Ты знаешь, у меня сейчас три домашних группы, у меня сейчас там бомжи, которых надо сейчас идти проповедовать им, у меня там то, у меня там это. Мне некогда, пастор. Все депрессия, безделье. Субтитры сделал DimaTorzok